МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальный эфир Бобруйск-360, посвященный эпид-обстановке в городе. Я Николай Силков. Добрый вечер. Заголовки про COVID-19 нисходят с новостных лент. В Беларуси по последним данным Минздрава 562 случая инфицирования. Первое заражение зафиксировано в Бобруйске. Как город противостоит коронавирусу, спросим у специальных гостей эфира. Дмитрий Лайтер, главный государственный санитарный врач Бобруйска. Оксана Крупенич, заместитель главного врача Бобруйской центральной больницы. Дмитрий Николаевич, какая эпид-обстановка в городе на сегодняшний день? Добрый вечер. В целом по городу Бобруйску заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 31%. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей у нас снизилась на 6%. Под медицинским наблюдением находится в настоящий момент 379 человек. Это у нас лица, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Это лица, которые относятся к контактам первого и второго уровня. В режиме самоизоляции у нас находится 265 человек. Оксана Николаевна, как поменялась обстановка в городе по сравнению со вчерашним днем? По состоянию на сегодняшний день в инфекционном корпусе Бобруйской центральной больницы находится 7 пациентов с коронавирусной инфекцией. Один бобруйчанин и 6 пациентов – это жители близлежащих районов. Все пациенты изолированы, получают необходимую медикаментозную терапию для лечения данной патологии в соответствии с требованиями действующей нормативной документации Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Лекарственных препаратов в центральной больнице достаточно для лечения данной категории пациентов. Ни один из пациентов не нуждается в респираторной поддержке. Также хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем жителям нашего города, учитывая то, что из заболевших есть граждане, прибывшие извне, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Только благодаря тому, что люди, прибывшие из других стран, будут соблюдать режим самоизоляции, правила самоизоляции, они уберегут от инфицирования коронавирусной инфекцией себя, своих близких, а также жителей нашего города. Дмитрий Николаевич, по сети гуляет огромное количество фейков. Один из последних – это «Женский голос», который утверждает о огромном количестве пострадавших в Бобруйске. В последнее время появилась новая тенденция – это Белшина. Вот такой вопрос. Что же сейчас происходит на Белшине? От предприятия в адрес центра гиеной эпидемиологии поступила информация о том, что один из перевозчиков, который загружался на территории ООО «Белшина», был госпитализирован с диагнозом коронавирусной инфекции на территории Республики Армения. Начато было эпидемиологическое расследование. То есть были установлены 13 человек, которые контактировали с данным водителем. Для того, чтобы обезопасить Бобруйчан и чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, было принято решение о госпитализации 13 человек. Два из них имела клинические проявления респираторной инфекции, потому они были госпитализированы. Остальные у нас идут как контакты первого уровня, которые контактировали с лицом, которое заболело. Сам этот человек, насколько я понимаю, он не сотрудник Белшины? Он не сотрудник Белшины, он является представителем смоленской фирмы, которая организовывает перевозки. Просто он находился в период с 25 на 26 он производил загрузку на территорию нашего предприятия. А потом уже при пересечении, спустя несколько дней, при пересечении границы между Грузией и Арменией, он был госпитализирован. То есть обнаружили, что у него повышенная температура, был дан тест, и он госпитализирован с диагнозом коронавирусной инфекции. Поэтому здесь работа проводится планомерно, здесь нет никакой чрезвычайщины. Единственное, что, естественно, люди работают с применением соответствующих средств дальней защиты и используются скорая помощь для их госпитализации. Поэтому, но это, опять же, повторюсь, это лица, не заболевшие, это контакты первого уровня. И по результатам тестов, результаты у них пока отрицательные. То есть они находятся под наблюдением, и мы в дальнейшем вместе с лечебной сетью будем следить за их состоянием. Оксана Николаевна, готовы ли врачи и медучреждения города к приему пациентов, инфицированных коронавирусом? Безусловно, наши учреждения готовы к данным условиям работы. Пациенты с коронавирусной инфекцией, они подлежат госпитализации в инфекционный корпус Бабруйской центральной больницы. Что касается наших амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения города, то в связи со сложившейся эпидситуацией несколько поменялись и условия работы данных учреждений. В наших поликлиниках города предусмотрены отдельные входы для приема пациентов с признаками острореспираторной вирусной инфекции. Выделены дополнительные приемы для приема пациентов с острореспираторной вирусной инфекцией. Также несколько мы приостановили работу по плановой диспансеризации, по скринингу, по плановым диагностическим исследованиям для того, чтобы именно больше оказывать помощь пациентам с острореспираторной вирусной инфекцией. Пациенты, особенно пожилого возраста, доставляются им рецепты на лекарственные средства на дом медицинскими работниками, принимаются заявки от пациентов, могут позвонить в регистратуру и обратиться о том, что необходимо ли лекарственные средства, необходим рецепт на тот или иной препарат. Дмитрий Николаевич, перечислить основные правила самоизоляции и какие методы контроля за такими людьми? Режим самоизоляции необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих в течение 14 дней. То есть люди, которые прибыли у нас из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, обязаны самоизолироваться на две недели. Основное правило – это оставаться дома. Не следует посещать место работы, учебы, магазины, торговые объекты и так далее. Необходимо предусмотреть максимальную доставку продуктов на дом, максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи. Если человек проживает совместно со своей семьей, необходимо лучше всего обеспечить его отдельной комнатой. Если же проживает совместно с другими, то, опять же, выдерживает расстояние не менее полутора-двух метров. Плюс обязательное условие, чтобы у него была отдельная посуда, отдельные предметы гигиены. То есть тоже полотенце, мочалка, кружка, вилка, ложка, чтобы все у него было индивидуально. И также все это необходимо будет отдельно и мыть от другой посуды и стирать его вещи. Следующая позиция. Как можно чаще проветривать комнату, в которой находится самоизолированный, и проводить влажную уборку. Ну, в принципе, это основное. По поводу методов контроля самоизоляции. С пятницы прошлой недели мы уже проверяем самоизоляцию. Методы работы разные. Можно использовать как обзвон, то есть находится ли человек в домашних условиях, либо он отсутствует. Используются также методы совместных выездов. Работаем мы совместно с УВД. То есть списки по тем людям, которые должны быть самоизолированы, направляются нашей службой в адрес УВД Бобруйского госполкома. Ну, у УВД есть свои методы контроля, но, тем не менее, мы совместно выезжали по адресам непосредственно тех людей, которые там находятся. Ну, что касается этих людей, которые должны самоизолироваться, хочу к ним обратиться и просто попросить. Вы должны быть дома, никуда не ходить, не посещать. Возможно, вы потенциальные источники инфекции. Задумайтесь о себе и о своих близких. Оксана Николаевна, какие основные правила профилактики в период эпидемии? Основными правилами это является социальное дистанцирование, это соблюдение расстояния между людьми в местах, так скажем, общего пользования, это порядка полутора метров. Также без лишней надобности не выходить на улицу, так скажем, если это не связано, конечно, с походами на работу, в магазин, например, в аптеку. Также воздержаться пока от посещения фитнес-клудов, от посещения театров, кинотеатров, других таких, так скажем, общественно-развлекательных мест. Естественно, это мытье рук. Мытье рук должно осуществляться не менее 20 секунд. Это, я думаю, уже все знают, это везде и роликов очень много по этому поводу. Естественно, если у вас, у человека есть признаки острореспираторной вирусной инфекции, это чихать в одноразовый носовой платок или салуфетку и тут же выбрасывать в закрытый контейнер или какой-то тоже полиэтиленовый пакет, чтобы можно было выбросить. Или же, если нет этого, то хотя бы в локоть. Насколько помогают антисептики, которые сейчас находятся везде и в магазинах, и на предприятиях, и дома, я думаю, каждый купил себе? Необходимо помнить о том, что антисептик должен содержать не менее 60% спирта в своем составе. Такие антисептики действительно помогают, они убивают вирус при обработке рук. И необходимо помнить о том, что руки должны быть обработаны после посещения улицы. Огромное количество соцсетей в это время активничают в погоне за хайпом. Каково ваше мнение? Ну, хайпануть легко. Цифр довольно много. Но, во-первых, простой обыватель, иногда не может разобрать даже и цифры, что они обозначают. Это первый момент. Второй момент. Не всегда эти цифры действительно отражают действительность. То есть, то, что действительно происходит в мире, либо в каком-то определенном населенном пункте. Ну и следующий момент. Ну, Николай, вот что изменится от того, что случаев, условно говоря, в городе Бобруське будет не один, а пять? Как это изменит вашу жизнь? Судя по всему, никак. Судя по всему, никак. Но единственное, что, опять же, мы говорим, и санитарная служба, и медики, и лечебники, они говорят про то, что необходимо, самое основное, чтобы мы все профилактировали данное заболевание. То есть, от меры индивидуальной профилактики будет во многом зависеть благополучие в нашем городе. То есть, если каждый будет, каждый человек, каждый торговый объект, каждое предприятие будет выполнять правила определенной гигиены, будут выполнять те решения, которые приняты Бобруйским городским исполнительным комитетом, Бобруйским районным исполнительным комитетом, то мы сможем эту ситуацию и сдержать. То есть, когда количество растет, нагрузка растет на медиков. Но обычные обыватели, ну, не обыватели, а обычные бобручане и жители Бобруйского района, они не ощущают этого изменения одномоментно. Поэтому самое основное – это индивидуальная профилактика, которой каждый в ответе за свое здоровье в том числе. Это были специальные фирмы, обсудили эпидобстановку в городе. Оксана Крупенч, Дмитрий Лайтер, спасибо. Доверяйте только проверенным источникам. Я Николай Силков. В 20.30 – большие итоги, самые яркие информационные акценты недели. А те, кто видел все своими глазами, берегите себя и оставайтесь дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!